Всем привет! Мы долго думали выпускать сегодняшний ролик с гонками или нет, но все-таки решили выпускать. Потому что я уверен, многие уже устали листать телеграм и прочие информационные паблики в поисках военных сводок. Это действительно напрягает, давит на психику. Поэтому отлечься, посмотреть гонки, погрузиться в мир гонщиков будет самое оно. Гонки, которые вы увидите сегодня, сняты ранее, до 24 февраля. Они у нас, так сказать, лежат в запасе. Сейчас мы никакой контент не снимаем, но надеюсь, что скоро сможем это сделать снова. Пару слов по поводу войны. Команда крутящего момента, я в том числе против войны. Война, я считаю, это последнее дело. Все конфликтные ситуации, как мне кажется, нужно решать путем дипломатии. Но, к сожалению, имеем, что имеем. Я надеюсь, что как можно быстрее эта война остановится, и мы вернемся к мирной жизни. Войну нужно останавливать как можно быстрее, потому что мы видим, как наши города горят, сколько жертв среди мирного населения. Это реально перебор. Но я постараюсь быть оптимистом, тем более, что от меня лично и от Паши ничего не зависит. Мы будем надеяться, что взрослые дяденьки наверху договорятся, будет какой-то консенсус, перемирие. И уже очень скоро все будет хорошо. Ну, а ты, в принципе, все, что хотел сказать по поводу войны. Все миры и добра. Переходим к ролику. Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий момент. Сегодня к нам в гости приехал Стас. Он бывший ипановод. Катал на Infiniti Q50. Тачка у него была на стейдж 2 на 500 сил плюс с полным приводом. Он продал свой Infiniti и купил пацанскую BMW F30 340 для того, чтобы обогнать всех ваговодов. Привет! Как дела? Отлично! Что по доработкам? Что по машине? Самый лайтовый стейдж 3 на стоковом ТНВД и турбина гибрид турбосистем стейдж 2. Сколько сил надули? Ну, 500 плюс. Ты думаешь, этого хватит, чтобы обогнать ваговодов? Ну, я думаю, что ваговоды разные есть. Поэтому я думаю, что будем дорабатывать еще больше и будет ехать хорошо. Так, открыли капот в 3-строковой бомбе. Сейчас посмотрим, что такое легкий стейдж 3 на минималках на 500 сил плюс. Значит, короб воздушного фильтра штатный. Чарч пайп не менял, Стас, потому что, в принципе, эту мощность он держит. Там даун пайп, турбину не видно. Насос. Ребят, сейчас покажу, кто не знает, где ТУ-шный насос. Вот сам насос. Да, вы видите, что здесь не дорч. Да, это насос ТУ. В принципе, из доработок тут все по минимуму. Убрали кат, поменяли ТНВД ТУ-шный, поменяли турбину. Все, этого хватает, чтобы ехать очень быстро. И пока Стас прогревает свою машину и готовится на старт, давайте посмотрим, каких соперников мы приготовили. Ты видел соперников, которые тебя ждут? Да, хорошие ребята, я думаю, будет хорошее снижение. Готов погонять? Да. Ну давай, погнали. Ехать будем против Ауди ТТС. Сколько сил? Что делал? 420. Второй встреч. Ну, если бы это было ТТ-РС на стейдж-2, я думаю, что и ТО был бы другой. Очень яркая РС-очка, тачка на стейдж-2 плюс, едет очень быстро, как для своего класса. Пару слов по доработкам своей РС-ки. Что ты делал? Стейдж-2. Стейдж-2. Сколько сил примерно? 480, 480. РС-ка это, можно сказать, эталон скорости у Ауди, но это не последний кузов, не ДАЗа. Здесь тачка предыдущего поколения, поэтому, скорее всего, что 340 будет быстрее, но просто интересно посмотреть, насколько он будет впереди. Ой-ой-ой, как подшало грамотно. Тачка синхронный. Внутри сопроговая, естественно, получше. Да, РС-очка шла хорошо, но таких ударов у BMW F3340 в этом заезде был сильнее. Ну что, следующим соперником, самым грозным боговодом будет тачка Сереги. Это Golf R7 на стейдж-3. Он сегодня приехал на бензине. Серега, там пацан припер на BMW, говорит, что BMW топ. Угу, хорошо. Да попробуем его прогнать. BMW не топ. Не топ. Б-58 топ. Ага, вот так. Поехали рубанем с ним? Поехали. Для того, чтобы в Golf R7 было какое-то преимущество, все-таки у него 2 литра двигатель, а у BMW 3 литра, Серега будет ехать в машине сам, а мы с Астасом в машине в бэхе вдвоем. Давай. Поражение, это не про BMW. О, хороший старт у Golf'а. Golf на кузов впереди. Финиш. Вот это было действительно ярко. К сожалению, Golf R7 не хватило третьего стейджа, чтобы погнать BMW. Но, действительно, интересно будет, как поедет Golf R7 на третьем стейдже на спиртовой карте. X6M на стейдже 2. Тачка быстрая и очень мощная, но тяжелая. Сейчас попробую срубить ее с BMW F30 340. Сотерики максимально крепкие. Ох, как поджало грамотно. X6 сзади, ребята, я не верю. По итогам первого раунда было понятно, что у тройки был микро файл старт. Ох, какой букс был адовый. Сильно перебуксовала тройка. Разрыв чуть более кузова. Так, сокращаем разрыв. Да, видите, что мы заняли вадовый букс. Потом начали догонять X6M. Ходарь 100-200 сильнее у F30. Пока что, в принципе, 1-1. Ну и по фальстартам тоже 1-1. Какие у тебя лучшие цифры по 100-200 пока что? 7 секунд. 7 секунд? Это ты надут сколько там, на 500 нейроскопейками, да? Ну, 500 с гостем, с небольшим. Ну, Stage 3, самый лейдовый, который только можно сделать. Потому что стоковый ТУ-насос, он больше, и он больше нельзя надут. Ну да, да. Тут будет чит. Сейчас посадили Дениса. Он весит, сколько ты весишь? Да, это почти 60 уже. Почти 60. К сезону сейчас будет сбрасываться. Это реально большой апгрейд, поэтому я думаю, что X вывезет. Давай. Давай. ТУ-насос. Ну что, друзья, на сегодня все. Вы сами видите, что Бэха прет на все бабки. С вас, как всегда, лайки, подписки, бейте в колокольчик. Всем пока.